Благодаря Духу. Аминь. Святитель Иоанн Златоустик на беседе на книгу Бытие говорит поучительные слова, что Бог посылает наказание по благости своей. Бог, будучи создателем всего и благость свою, простираясь на все свои создания, всячески показывая нам, сколь великое имеет Он попечение о человеческом роде и что искренне и изначально все делал для нашего спасения. Итак, бьет ли Он, наказывает ли то и другое, делает по одной и той же благости. Наказание посылает Он не по страсти и гневу, но желая пресечь нечестие, чтобы оно не распространилось очень далеко. Он навел потоп не по чему-либо другому, как по заботливости о предавшихся великому нечестию. Какая же, скажет, заботливость в том, что все погибли под водой? Не говори необдуманно, человек, но благопокорным умом принимай содееваемое Господом, и тогда познаешь, сколько попечительности даже и в этом. Отторгнуть от греха неисправимых грешников, каждодневно причиняющих себе новые раны и не делающих язвы свои неисцельными и делающих. Не значило ли это показать величайшую попечительность? Да и самый образ наказания не преисполнил ли человеколюбие? В самом деле люди, которым без того надлежало бы отдать долг природе, лишаются жизни в наказания, но так легко, что и не чувствуют этого. И наказание терпят без боли и мук, какую обнаруживает мудрость и благость. Притом, если мы благочестивым умом рассмотрим сами последствия события, то есть, что оно не только было благодетельно для наказанных, но и последующим поколениям принесло два важнейших блага. Внушив им не предаваться тем же беззаконием и, смотря на такой пример, сделаться целомудренней. То какую мы должны воздавать благодарность Богу за то, что и потомки вразумлены наказанием этих людей и опасением подвергнутся той же участи и закваске нечестия и порока истреблена, и не осталось им ни одного учителя на грех и зло. Видишь, как и сами наказания Богом посылаемые суть более благодеяния и особенно доказывают его попечительность о роде человеческом. И если кто захочет проследить этот предмет с самого начала бытия человеческого, то найдет, что Бог с эту самую целью насылал на грешников наказание. Так и Адама, когда он приступил. Бог изгнал Израиль не для того, только чтобы наказать, но чтобы сделать ему и благодеяние. Какое же, кто скажет, благодеяние лишился райской жизни? Поверхностно смотри, человек, на события его и не успешно суди о делах Божьих, но проникай в глубину великой благости его и найдешь, что все делается им для этой цели. Скажи мне, до чего не дошел бы Адам, если бы и по преступлению своем наслаждался теми же самыми благами? Если уже он после столь многих обетований Божьих дозволил себе увлечься обманом змия и принять злой совет дьявола, который надмил его надеждой быть равным Богу и поверг в грех прислушания, то когда бы он по совершении этого греха оставался в том же достоинстве и жилище, не тем ли более почел бы злого этого демона, заслуживающим больше веры, нежели создателя всяческих, и не еще ли более надлежащего возмечтал бы о себе самом? Ибо вот какова человеческая природа, когда она, совершая грехи, не бывает обуздываема, но пользуется свободою, то идет все дальше и низвергается в пропосяда. Впрочем, могу иначе доказать, что Бог и повелел Адаму выйти из рая и подверг его наказанию смерти, желая показать свое человеколюбие. Ибо изгнанием из рая поселением вблизи Адонова сделал его благоразумнее и осторожнее на будущее время, самим опытом убедив его в коварстве обольстителя сатаны. А наказанию смерти подверг его для того, чтобы он, сделавшись через прислушание повинным греху, не грешил в бесконечность. Могу прибавить еще нечто. То, что подвергая его этому наказанию, Бог не остановил на нем одном благодетельные последствия этого, но хотел, чтобы его судьбою вразумились и потомки его. Господу нашему славу во веки веков. Аминь.